В данном примере мы рассмотрим процесс архивации файлов в режиме стандартного интерфейса WinRAR. Чтобы заархивировать один или несколько файлов, откройте программу WinRAR двойным щелчком мыши и найдите файлы, которые вы хотели бы добавить в архив. Для удобства поиска файлов добавьте для просмотра дерево папок, открыв раздел меню «Параметры» и выбрав пункт «Дерево папок», в котором нужно кликнуть по ссылке «Показывать папки на дисках». Найдя нужные файлы, выделите их, кликнув один раз левой кнопкой мыши, и нажмите кнопку «Добавить». В открывшемся окне укажите имя создаваемого архива, а также его формат, метод сжатия, размер тома и другие параметры. После этого нажмите на кнопку «Ок». В процессе архивации появится окно со статистикой. Для прерывания архивации нажмите на кнопку «Отмена». Чтобы минимизировать окно WinRAR в область уведомлений на панели задач, нажмите на кнопку «Фоновый режим». После завершения процесса архивации окно статистики закроется, а созданный архив будет отображаться в виде выделенного файла в главном окне программы. Другим способом добавления файлов в архив является простое перетаскивание выбранных файлов в окно WinRAR. Для этого откройте программу WinRAR и перейдите в архив, в который вы хотите добавить данный файл. После этого просто откройте папку на вашем компьютере, содержащую файл для добавления в архив, кликните по нему левой кнопкой мыши и, удерживая файл, перетащите его в окно программы WinRAR. Кроме того, можно заархивировать любой файл в проводнике или на рабочем столе. Данная опция работает в том случае, если при установке архиватора был отключен параметр «Встроить WinRAR в оболочку». Для архивации таким способом выделите необходимые файлы в проводнике или на рабочем столе. И, кликнув по ним правой кнопкой мыши, выберите команду «Добавить в архив». В английском варианте «Add to Archive». Далее проделайте те же шаги, что и при архивации обычным способом.